Привет всем бравым Гардианам, с вами Спиногрыз из команды Трипл Вайп. Сегодня среда, а значит нам нужно спешить к Гансмиту, чтобы поскорее забрать свои заказы. Давайте же глянем ассортимент на эту неделю вместе. Первым на очереди идет авторайфл Сурос Арии Фори Ван. Вторая модификация обладает неплохим набором перков. Фитед Сток повысит стабильность, а Смоу Бор, помимо всей той же стабильности, увеличит еще и Рунжу, правда за счет вместимости магазина и скорости перезарядки. Ну и наконец, Оутлоу будет увеличивать скорость перезарядки при убийстве в голову. Так что по сути, вы лишаетесь пары лишних выстрелов за счет неплохого увеличения стабильности и Рунжи. Перейдем к револьверу Джудит Ди. Данное оружие обладает хорошим импактом, но маленькой скоростью. Из представленных вариантов мы не советуем какой-либо для ПВП, но для ПВЕ активности может пригодиться третья модификация. Она обладает такими перками как Крауд Контрол, увеличит урон на некоторое время после убийства Хуз Некст, увеличит скорость перезарядки при убийстве последним выстрелом в обойме, а также взрывными патронами. Далее переходим к еще одному револьверу. На этот раз Уфен ХС-4. Честно говоря, тут сложно посоветовать какой-либо вариант. Данный ствол нуждается в ренже, а ни одна из модификаций не может похвастаться перком, который эту самую ренжу прибавляет. В следующем списке идет пульса Людмила Ди. Тут, как и в предыдущем варианте, нам не подойдет ни один из представленных вариантов. Берите любой и разбирайте. Ну и напоследок, снайперская винтовка Узюма РРФО. И тут с перками не все очень хорошо, но вторая модификация хотя бы теоретически может кому-то понравиться. Всегда полезный перк Army of One будет откатывать гранаты и милишку быстрее при быстрых соло-фрагах. Далее идут две ветки с выбором перков, и все они довольно неплохие, поэтому выбирать придется самим, исходя из того, что вам удобнее. В первой ветке такие перки, как Single Point Sling. Оружие будет доставаться быстрее, а также быстрее будете и вы во время прицеливания. И Rifled Barrel. Выкрутит вашу ренжу почти до максимума за счет скорости перезарядки. Во второй ветке выбирать придется Изан Флинчин. При попадании по вам прицел будет меньше дергаться. И Маллиган. При промахе есть вероятность того, что патрон вернется непосредственно в ваш магазин. На этой неделе представлены следующие пушки для теста. С автоматом от Хекки летим в патруль на Марс и просто убиваем Кабалу. С Фьюжингой от Амалон вам предстоит расправляться с Минотаврами с Красным Холсбаром. Легче всего их найти в патруле на Венере. С пульсой от Сурос просто отправляемся в патруль на Луну и спускаемся вглубь пещер. Хайвы сами попрут на вас толпой. Там же можно выполнить и дробовик от Хекки на все тех же Хайвах. Ну и не отходя от кассы выполняем снайперскую винтовку от Хекки. Просто делаем двойные убийства на все тех же Хайвах. На следующую неделю доступны следующие пакеты. Скаутка от Амалон Кокайтус СРФО, револьвер от Хекки Джудис Ди, пульса от Хекки Людмила Ди, пульса от Сурос PDX-45 и ракетница от Сурос GLB-42. Советуем обратить внимание на скаут винтовку Кокайтус СРФО, пульсу Сурос PDX-45, а также на ракетницу Сурос GLB-42, если у вас нет хорошей ракетницы. На этом на сегодня все. Если вам понравился данный ролик, то не забывайте поставить ему лайк, а также подписаться на канал, чтобы быть в курсе всех событий мира Destiny. До связи!